Что ты сутулишься? Посмотри, на кого ты похож. Во что ты опять вырядился? Ну и кто так учится? Почему ты постоянно сидишь за компьютером? Почему ты постоянно торчишь в телефоне? Почему ты постоянно торчишь на улице? Частенько вам, друзья мои, приходится такое слышать. Часто бывает так, что абсолютно все то, что вы делаете, не нравится почему-то вашим родителям. Более того, что даже когда вы начинаете делать одно, это сразу моментально им перестает нравиться. Они резко меняют свое мнение из серии, что... Многие мне говорят, сперва говорят, почему ты постоянно сидишь в компьютере, почему ты не гуляешь. Когда ты начинаешь гулять, они говорят, почему ты гуляешь, не сидишь дома. Как так происходит? Почему родители не принимают вас таким, каким вы есть? Давайте разберемся. Самое удивительное, что это бывает не только в юном возрасте, в 14-15 лет, это бывает и в 20, и в 25, и в 30, и в 40, в 70, и даже в 100. То есть, когда вам будет 100 лет, а вашим родителям 120 или 130, точно так же они будут говорить, что вы ходите не так, сутулитесь не так, вы слишком толстый, слишком тонкий. Почему так? Давайте обсудим. Эта проблема очень часто и встречается не только у молодых ребят, но и у взрослых. Начнем с того, что когда вы были маленькие, вы родители полностью вас контролировали. Это было лет до 5, до 6, до 7, кого-то до 10. Вы совершенно слушались родителей, полностью им принадлежали. Родители говорили, так, ты пойдешь сейчас на фигурное катание. И вы, даже будучи 5-летним ребенком, не смели сказать им, нет, я не пойду. Вы просто брали и шли. На балет, значит, на балет. На музыку, значит, на музыку. Вы совершенно слушались полностью родителей, вообще не спорили с ними. Ну, за редким исключением, да. И родители за эти 7 лет к этому привыкли. То есть, 7 лет для человека это достаточно большой срок. И родителям почему-то кажется, что так будет продолжаться всю жизнь. Ну, вот вам стало 10, 12, 15. И вы, как организм, как личность, да, начинаете постепенно, как я уже говорил, отпочковываться, да, от родителя. Ваша психика начинает формироваться. И вы понимаете, что вы уже сами что-то можете. Не совсем то, что говорит родитель. Да, часто бывает так, что многие слушаются и опять продолжают делать все, что говорят родители. Но вы начинаете пробовать, искать. И для родителей это какой-то вообще тотальный шок. Как так может быть? И умные родители, умные люди, да, они понимают, что это нормально. Правильно, что вы, наконец, пытаетесь быть сами по себе. Быть личностью. И задача родителей помочь вам выбрать свой собственный, свой правильный путь. Да, они могут советовать, они могут высказывать свое мнение. Но не более того, не в ультимативной форме. И не как будто это там великая данность, да, как будто они познали всю жизнь. А им так кажется, ведь родителям, да, потому что они вроде бы немножко побольше пожили, вроде бы немножко лучше все знают. Но это они знают. Это их жизнь. А ваша жизнь совсем другой калинкор. Совсем другое дело. И вы уже им не принадлежите. А в дальнейшем как бы и не должны им принадлежать. Вы должны жить сами по себе. И потом, когда они станут совсем старенькие, даже им помогать. И для того, чтобы они стали, чтобы вы стали самостоятельными, как раз ваши родители должны вас к этому подтолкнуть. Вот так. Это первый момент. Второй момент. Когда вы планировались, да, и когда вы уже там родились и стали там маленьким там малышом, в голове ваших родителей созрел некий план, каким вы должны быть, некий образ, да. Чаще это бывает у мам, но также у пап, да, в принципе. Причем это может быть как реальный образ, как, например, я хочу, чтобы мой сын был как мой дедушка, скажем. Как киношный образ. Я хочу, чтобы мой сын был как Клинт Иствуд в фильме «Плохой, хороший, злой». Такой холодный, немногосклонный, немногословный, худой, поджарый, симпатичный, практически неговорящий. Или наоборот, как Штирлиц, например, да, такой серьезный. Ну, чаще всего это киноактеры. Или, например, там, как спортсмен. Как Федя Емельяненко. Я хочу, чтобы мой сын был боксером. Или наоборот, например, как Плющенко. А получается, ну вы же не Плющенко. Вы не Емельяненко, не Клинт Иствуд. Вы сами по себе. У вас своя собственная жизнь. И часто у родителей вот этот вот диссонанс. Да, ну они-то намечтали, что вы будете как Клинт Иствуд. Им кажется, что у них получится вас такими сделать. А вы, блин, маленький, веселый, шустрый. Или наоборот, да, не очень внимательный, но спокойный, расслабленный. Их это, ну, прям вот огорчает невероятно. Им хочется вас поменять и приблизить к своей мечте. А и не получается. Потому что это невозможно. Клинт Иствуд, он один. Даже если будет двойник Клинт Иствуд, он не будет таким же, как он. Или Емельяненко, или там кто угодно, Боргенштерн. Что самое удивительное, если вдруг вы каким-то образом станете похожи вдруг на Клинт Иствуд, да это родители все равно же как бы не удовлетворит полностью. Он вдруг вспомнит еще там какой-то персонаж, да Сталлона вдруг вспомнится. А у вас не получится мгновенно меняться с одного на другое. Потому что часто бывает, что людям нравится, там, не один только вот как бы кумир, да, у него их несколько. И хочется ему, чтобы вы от Клинта Иствуд взяли одно, например, от Сталлона другого, от, например, Льва Лещенко третьего, от Чапаева четвертого. А так не получается. Вы один, причем вообще совершенно другой. Из-за этого родители не могут вам это высказать. У них часто, как бы, они сами не могут это осознать, да. И просто вот их раздражает, что вы не такой, как они намечтали. Но мечта это одно, да. А реальная жизнь это другое. И очень сложно родителям понять, что вы никогда, ну или там, скорее всего, не будете таким, как то, что они себе придумали. А вы будете таким, какой вы есть, да. Им как бы, ну, сложно вот это вот осознать, что есть одно, а есть другое. И оно никогда не будет одинаковым. Это сложно. А как объяснить это родителям? Я, если честно, и сам не знаю. Потому что одно дело в теории понимать, да, в теории всегда все просто. Попробуй-ка, скажи там родителям, что вот оказывается вот так, а вот это. Не получится. И, наверное, вы тоже как-то так вот побоитесь им в глаза такое сказать. Покажите им это видео. Давайте, уважаемые родители, если вы это увидели, то постарайтесь все-таки понять, что ваш ребенок будет счастлив не от того, что он будет соответствовать вашей мечте, а от того, что вы его любите, от того, что вы его поддерживаете, его мысли, его проекты, которые даже не соответствуют вашим чаяниям, вашим ожиданиям. Ваша задача поддержать его, любить таким, какой он есть, принять его таким, какой он есть. Понятно, что вам кажется, что вы лучше знаете. А почему? Почему вот вы лучше знаете? Может, вы хуже знаете. Может же такое быть? Понятно, что вы старше и умнее, да. Но не всегда быть старше и умнее равнозначно сделать человека счастливым. Если бы это было так, тогда все были бы счастливы. Все бы слушали родителей, и вы в том числе, да, и тоже бы стали счастливыми. А что-то не получается, правильно? Давайте начнем вот с чего. Раз вы все знаете в этой жизни, все прекрасно поняли уже, да, взрослый, умный, сделайте счастливым себя. Ваш ребенок это увидит, подумает, «Боже, как же мне приятно смотреть на таких счастливых родителей. Какой у них секрет? Как они таким стали? Почему им так классно жить?» Он придет к вам и скажет, «Мама, папа, пожалуйста, научите меня. Я вот буду слушать прям под запись, записывать каждый ваш мудрый совет». Вот тогда все и получится. Мне кажется, это вообще отличная идея. Давайте с этого и начнем. Вам всем счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. С вами был Роман Волков. До скорого.